В октябре на Алтае пройдет 4-й Сибирский международный форум по здоровительному и медицинскому туризму. Ключевыми темами станут не только тренды российского рынка, но и опыт алтайского края. Гостями форума будут ведущие эксперты по направлениям спа, велнос, медицинского туризма, правового обеспечения деятельности медицинских клиник и санаторно-курортной работы. В этом году организаторы мероприятия сделали акцент на современной стоматологии. О предстоящем форуме сегодня мы говорим с временно исполняющей обязанности заместителя начальника управления края по внешним связям, туризму и курортному делу Еленой Евсюковой. Елена Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Я, знакомясь с программой этого форума, для себя открыла новый термин «медицинский туризм». Вообще, что это такое? Это то, когда люди целенаправленно едут из своего региона в другой регион за получением медицинской помощи. Неужели Алтайский край в этом плане может быть интересен? Вы знаете, нам очень повезло в этом плане именно, потому что у нас в регионе создан крупнейший и мощнейший медицинский кластер, который предполагает оказание различных видов услуг, в том числе и в плане высокотехнологичной медицины. Но это уже не говоря о тех частных клиниках, которые работают в сфере и косметологии, и стоматологии, и офтальмологии, и так далее. А как это вот технически происходит? Человек приходит в туристическое агентство, или он смотрит где-то на сайте, и я хочу полечиться именно, к примеру, в Барнауле или в Новоалтайске. Как это реализуется? Ну вообще, конечно, классически эта схема работает таким образом, что есть специализированные агентства медицинского туризма. И в России, в частности в Москве, они в основном сосредоточены, они уже есть. Мы в этом направлении только еще формируем пул этих агентств. И механизм взаимодействия выглядит таким образом, что это могут быть либо рекомендации в учреждениях здравоохранения, когда человек, допустим, приходя на лечение, ему говорят, что вам необходима, допустим, операция, да, можно сделать у нас, но вообще вот самые, допустим, хорошие врачи, да, специалисты, оборудование и так далее, операцию вот предлагают, рекомендуют в такой-то клинике, да, в нашем регионе, либо в другом. И вот именно через показания, через рекомендации. Есть, конечно, случаи такие, когда человек, ну, сам, допустим, хочется вместить отдых и лечение. Ну, это вот в частности, наверное, можно привести в пример стоматологические услуги, да, когда человек, приезжая на две недели на отдых, он себе плюсом еще и восстанавливает блестящую улыбку. Я правильно полагаю, что и в том числе об этом пойдет речь на форуме. Вот почему именно Барнаул выбран площадкой для такого глобального мероприятия? Сколько участников? Участников порядка трех тысяч. Откуда? Ведь там география очень обширная. Да, у нас очень много площадок с разными направлениями, да, где обсуждаться будут различные вопросы. И, соответственно, специалисты и из Сибирского федерального округа, из Центральной России, страны ближнего зарубежья, и Казахстан, и традиционно уже Латвия приезжают к нам. Поэтому мы, конечно, и сами делимся опытом, и в большинстве, наверное, смотрим на опыт других регионов и стран, может быть, более продвинутых в этом отношении. Я вот смотрела, у вас здесь актуальные темы, которые планируется обсудить. Например, серый рынок услуг в медицине. Вот насколько у нас ситуация сложная в Алтайском крае с серым рынком, и как выходить? Ну, здесь, наверное, вопрос больше у нас касается сферы косметологии, потому что, ну, это сегодня и на федеральном уровне транслируется эта проблема, что многие оказывают, косметологи оказывают услуги на дому. И вот с последствиями таких процедур зачастую приходится уже справляться врачам специализированных клиник. Вот как раз эти вопросы мы и хотели обсудить с точки зрения последствий, и в том числе и правовое регулирование этих ситуаций. Кто эксперты? Откуда приедут? Эксперты у нас и адвокатская палата Московской области, то есть специалисты, которые работают именно в ассоциации агентств медицинского туризма по правовому обеспечению, главные врачи ведущих клиник, как московских, так и алтайских, которые не понаслышке эти вопросы знают. Ну, и, безусловно, журналисты. Елена Владимировна, интересное событие будет. Действительно, событие я назову, потому что это называется чемпионат Сибири по массажу. Прежде всего, хочется представить, как это будет происходить, насколько это зрелищно. Расскажите, пожалуйста. В этом году у нас юбилейный, уже в пятый раз проводится на территории Алтайского края. И это очень зрелищное мероприятие, полезное как с точки зрения профессионализма, поскольку участники показывают свой профессионализм друг другу, делятся опытом. То есть это такая площадка для обсуждения методик и возможных вариантов оздоровления безмедикаментозного. С другой стороны, это очень зрелищное мероприятие для посетителей, с одной стороны. С другой стороны, каждый себя может попробовать и в роли модели, что особенно приятно. Ну, и, безусловно, это очень удобная площадка для работодателей, которые могут посмотреть, во-первых, и на своих специалистов, на их уровень среди других профессионалов, и также имеют возможность и на будущее подобрать себе кадры. Там какие критерии? Время, скорость, качество? Ведь сложно оценить, тем более еще и момент волнения нужно недооценивать, да? Конечно. И у нас поэтому в чемпионате выделены две номинации. То есть, безусловно, это медицинская часть, которую оценивают ведущие эксперты в сфере медицинского массажа. Именно правильность постановки рук, движений. То есть, все это, безусловно, оценивается, потому что у массажа, у него есть своя методика, да? Не навредить человеку – это основное у каждого врача. Вот. И есть произвольная программа, в которой уже специалисты могут показать какие-то спа-ритуалы и так далее. Вот именно то, что направлено на релаксацию, расслабление человека. И в этом году у нас впервые будет проходить Лига юниоров. Это как раз для специалистов, окончивших направление медицинский массаж и работающих до одного года. И по итогам, если один, вернее, двое человек из учебного заведения побеждают, то, соответственно, автоматически этому учебному заведению присваивается как лучшее учебное заведение в сфере подготовки массажистов. Елена Владимировна, что вы ждете от этого форума и с точки зрения развития медицинского туризма, к чему мы стремимся? Это и вопросы сертификации, и вопросы правового обеспечения, и вопросы продвижения. И в том числе вот новое направление, очень популярное, да, SMM-маркетинг, продвижение в соцсетях и так далее. Вот эти темы тоже будут, они все озвучиваются на форуме. Благодарю вас за интересную беседу и за время, которое вы уделили нашей студии. Будем ждать форума. Спасибо. Это была программа «Наше время». Мы сегодня беседовали с временно исполняющей обязанности замначальника управления края по внешним связям, туризму и курортному делу Еленой Евсюковой. И говорили мы о том, как развивается медицинский туризм на Алтае. До встречи.